Ирина Слуцкая прибыла в наш город с одной целью – отдохнуть от суеты мегаполиса и, как признается сама именитая спортсменка, с выбором места отдыха не прогадала. От таких экскурсий, которые провели для гостей помощники зимнего волшебника, остались неизгладимые впечатления. Увидев красоты древнего городка, Ирина Слуцкая поняла – вот она истинная родина, пронесшая через столетия свою первородность. Я наслаждаюсь красотами, я наслаждаюсь настоящей русской жизнью, потому что у нас жизнь, знаете, она такая совершенно сумасшедшая. Мы не успеваем ничего, мы стоим все время в пробках, мы все время висим на мобильном телефоне, а здесь у вас такая богатая действительно жизнь. Я хочу сказать вам спасибо за то, что вы, ваши родители, вы бережете, можно сказать так, наследие нашей страны, культуру. Главным сюрпризом субботнего дня для юных великолюстских спортсменов стало общение со знаменитой фигуристкой. На все вопросы от поклонников Ирина Слуцкая давала честные и правдивые ответы, а где-то и помогала своим советам, что для молодых спортсменов было важнее всех грамот и наград. Ирина Слуцкая сделала всем присутствующим подарок. Она раскрыла секрет успеха, который многие возьмут себе на заметку. Как мне когда-то давно сказали, терпение и труд все перетрут. Нет такого какого-то единого залога успеха. Нужно очень сильно хотеть, нужно очень-очень много работать, нужно переступать иногда через себя, нужно всегда идти вперед и каждый день делать маленький-маленький шаг именно вперед, ни в коем случае не назад. Ну а там уже сколько сил хватит, сколько терпения хватит, сколько желания хватит. Встреча проходила в дружеской и теплой обстановке. Ирина Слуцкая с удовольствием общалась с ребятами, отвечая на их вопросы. Начинающие спортсмены интересовались, как часто у Ирины были травмы, что давало силы вставать и идти дальше, вдохновляет ли ее большой спорт, чем помимо фигурного катания увлекается девушка. Но история выбора вида спорта Ирина и заворожила всех присутствующих. В далекие 80-е годы фигурным катанием дети занимались исключительно на улице, так как крытых катков было очень мало и на крытых катках катались только совсем-совсем профессионалы. А малыши все вот на улице минус 20, минус 30, все тренировки. Надевали шапки потеплее, штаны, кофты, вперед. Вот так вот был выбор небольшой между лыжами и фигурным катанием, но так как жили мы в городе и там, где мы жили, не было лыжной базы, а было фигурное катание. Вот я попала в фигурное катание и как-то поначалу мне не особо нравилось, даже осталось уходить в тренировку. Ваш город – это нечто сказочное, признается фигуристка. Это уголок детства в современном мире. По словам Ирины Слуцкой, для нее никогда не стоял вопрос, настоящий ли Дед Мороз живет в Великом Устюге. Но приехав сюда, она абсолютно уверилась в том, что зимний волшебник действительно существует. Я с детства до сих пор письма ему пишу. Вот сегодня на почте была, хотела свое письмо найти. Не нашла. Там их очень много. Конечно, я и в чудеса верю, и в сказки верю, и желание загадываю под бой курантов. Наш городок и гостеприимство Устюжа наставили в душе фигуристки неизгладимое впечатление. Побывав в Великом Устюге, Ирина будто вернулась в свое детство. Я не могу выделить что-то одно, потому что вот эти вот четыре дня, во-первых, они пролетели как одно мгновение. Во-вторых, я, раскрыв рот, можно даже так сказать, ходила и поглощала все, что меня окружало. Я в полнейшем восторге и еще не вернулась в Москву, но уже знаю, что я вернусь сюда вновь. Будем надеяться, что к следующему приезду Ирины Слуцкой крытый ледовый каток уже будет построен, и очередное общение с начинающими великоустевскими спортсменами пройдет уже на льду, где знаменитая фигуристка покажет мастер-класс и поможет нашим ребятам сделать первые шаги в большой спорт. Андрей Жилинок-Синколосов, Новости провинции. Субтитры создавал DimaTorzok